Первое слово, которое я хочу сегодня дать, это Татьяна Давыденко. Она сегодня здесь, она сегодня вместе с нами. Здравствуйте, здравствуйте, земляки. Мы вместе, мы вместе с вами. Наверное, многие из нас видели фильм Пивоварова. Поднимите руки, кто видел. Здорово, молодцы, здорово. Но обратите внимание вот на что. Он молодец, он на всю страну, даже на весь мир прославил нас, Красноярский край. Он констатировал факты, факты, которые есть в нашем городе. Но он не делал никаких выводов. В фильме одна женщина сделала вывод, что экология – это не политика. А я хочу сказать следующее. Политика – это греческое слово, которое обозначает государственное управление. Экология – это тоже политика. А вернее, оценка деятельности власти. Или наоборот, ее бездеятельность. Поэтому я хочу привести всего лишь три примера деятельности власти. Первый пример. Пример, который потряс меня. И заключается вот в чем он. Высшие эшелоны власти. Высший уровень. Два года тому назад, 24 февраля 2018 года, до этого был президент и сказал. Да, на самом деле, с экологией в Красноярске неплохо, а очень плохо. Поэтому немедленно подготовьте план мероприятий и подвешите соглашение. Трехстороннее, где должны были быть три подписи. Губернатора, председателя правительства и предприятий, которые загрязняют наш город. Оценили мероприятия. Все мероприятия стоят 365 миллиардов. Сегодня у нас какое число? 29 февраля 2020 года. Ничего не сделано. А вернее, без действия власти за два года ничего не сделано. Ровным счетом. Второй пример. Законодательное собрание. Потрясло меня 11 июля своим решением. А решение было простое. Как три рубля, как я сказала. А решение заключалось вот в чем. Те предприятия, которые загрязняют наш город и которые в экологию будут вкладывать более 10 миллиардов, реализовывать проекты, освобождаются от налога на имущество. В уменьшение идет налогов в 22 раза. Это из наших карманов берут. Олигархам отдают деньги на то, чтобы мы с вами дышали воздухом свежим. Вот такой циничности и такой наглости я даже себе представить не могла. Разве могут поступать так депутаты законодательного собрания края? Ответьте мне. Нет. 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 Поэтому за наш счет они решили нам чистить воздух. Не вкладывая ни копейки в это. Ни копейки. И третий пример, который меня поразил вчера буквально, или позавчера, вру. Это приезд сюда руководителя Росприроднадзора России. Написано с визитом. То есть теперь уже приезжают не для того, чтобы разобраться в ситуации, а с визитом. Ну ладно. С визитом так с визитом. Но я не знаю, есть ли здесь вот женщины, которые в октябре месяце присутствовали на КРАЗе. Когда в октябре месяце решался вопрос по поводу выбросов КРАЗа. То есть КРАЗу нужно было продлить на 4 года объемы выбросов. И тогда население, я была там, я выступала, население стало против того, чтобы КРАЗ сделал такой объем выбросов. Выступали, говорили, убеждались, что не будет подписан этот документ. Госпожа Родионова его подписала. Она же тогда не задала вопрос, а вообще какая обстановка в КРАЗе-то? И чем дышат красноярцы? Вот поэтому три примера привела не зря. Могу приводить еще несколько примеров, но не стану этого делать. Потому что политика это оценка деятельности власти. А оценка деятельности власти такова, что она просто бездействует. И то, что власть бездействует, вот такая у нас экология, вот такое наше и небо. Поэтому я прошу вас всех, поддержите нас. Только мы вместе. Если мы вместе объединимся, мы сможем победить. Мы сможем отстоять наш Красноярск. Мы сможем сделать, чтобы наши дети, наши внуки, которые живут здесь и нигде иначе, ходили в садик на прогулку. Потому что я вожу внуков в садик, и мне говорят, гулять нельзя. Запрещено. Поэтому вы вместе, все победим. Спасибо большое. Спасибо.